Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. Поймали на изготовлении наркотиков. Студенты-медики хотели заработать, но попались правоохранителям. Дагестана. Овощехранилище на 3000 тонн теперь есть в Кизлярском районе. Чей проект? В подробностях сегодня в выпуске расскажут наши корреспонденты. То, на что гораст почти 100 ювелиров со всего Дагестана участвует в конкурсе «Мастер золотые руки». В Дагестане ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, которые имели знания в области химического синтеза. Задержанные оказались студентами Дагестанского государственного медицинского университета. Молодые люди занимались производством наркотика мифедрон. Силовики изъяли все оборудование и материалы для производства наркотического вещества и по данному факту возбудили уголовное дело. Чем здесь занимались? Предоставили институты дагестанского университета. Как готовить тост научил? В инструкцию отправили те же самые лидеры, которые отправили все сериалкинцы. Распространяли как потом? Конструкционники спили два, оплатили нам за два грамма, поставили один грамм, вышли, потом нас задержали. Тем временем в Махачкале задержан серийный мошенник. В отдел полиции обратилась 22-летняя жительница Комтеркалинского района, работающая в местном кафе. Она сообщила, что вечером 4 июня один из посетителей заведения вошел к ней в доверие и обманным путем похитил 5000 рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний житель Ставрополя. Он доставлен в отделение полиции. На допросе мужчина дал признательные показания и, по его словам, пока работник кафе выдавал сдачу, мошенник вступил с ним в диалог, усыпляя бдительность, в результате чего не расплатился, забрал сдачу и ушел. Также полицейские установили, что злоумышленник подозревается в ряде аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело. А в Ленинкенте «Газель» сбила насмерть 9-летнего мальчика. 56-летний водитель транспорта двигался задним ходом и не убедился в безопасности совершаемого маневра. В результате наезда мальчик, находившийся на проезжей части дороги возле дома, погиб на месте. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. В Кизлярском районе возвели плодо-овощное хранилище на 3000 тонн. Реализацией проекта занимался сельхозкооператив «Стимул». На месте строительства побывал заместитель председателя правительства республики Абдул Муслим Абдул Муслимов. Подробности расскажут мои коллеги. Этот инвестпроект получил поддержку регионального минсельхоза. Хранилище построили в селе Речное. Реализацией проекта занималась организация «Стимул». Сельхозкооператив выиграл грант правительства республики. В настоящее время основные строители монтажной работы завершены. В среднем за год мы собираем 1,4 млн, 1,5 млн плодов и овощей, если все вместе взято. И хранение этих овощей, хранение плодов и переработка – это тот сегмент агропромышленного комплекса республики, в котором на сегодняшний день у нас недостаточная работа проводится. С учетом сложившихся ситуаций, в республике Багестан сделали ряд пилотных проектов. И вот этот, где мы сегодня находимся, является одним из таких пилотных проектов по хранению плодов и овощей. Технологическое оборудование позволяет обеспечить климатический контроль внутри хранилища. Оно поддерживает необходимую температуру и определенный уровень влажности воздуха. В сентябре этого года сюда на хранение начнут поступать первые партии фруктов и овощей. В связи с тем, что у нас, например, и в этом году это шло, и каждый год у нас будет сезонное увеличение цен на продукты, на тот же самый большой набор. Если у нас в республике будет достаточное количество вот таких центров, вот этих центров хранения, у нас, соответственно, во-первых, такого роста цен не будет, а во-вторых, будет обеспечена продовольственная безопасность тоже. По словам вице-премьеры, возведение объектов хранения позволяет решать государственные задачи. Проблема хранения урожая в республике всегда стояла остро. Такие проекты позволят круглогодично обеспечить население свежими плодами. В районах республики, по словам Думы Сливова, необходимо строить по несколько объектов хранения мощностью от 3 до 5 тысяч тонн. Хамзанур Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал, ННТ, село Речное, Кизлярский район. В республике ликвидирована свалка после вмешательства Россельхознадзора. В октябре прошлого года специалисты Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили несанкционированную свалку площадью в полгектара вблизи села Ленинаул Казбековского района. Причиной ее появления, по мнению специалистов, стало отсутствие муниципального контроля. За выявленное нарушение в отношении должностного лица составлен протокол. На момент проведения повторного обследования было установлено, что силами администрации района свалка полностью ликвидирована. Росгвардейцы Дагестана принимают участие в крупномасштабном оперативно-стратегическом учении «Заслон-2021». Тренировки воинских частей и соединений из разных округов проходят на территории нескольких субъектов страны Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Учения продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к главным в этом году маневрам российской армии «Запад-2021». Переброска сил в районы практических занятий проводится авиацией, автомобилями и поездами. Эти учения призваны оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. Познакомилась благодаря книге депутата Серпухова и главный редактор проекта «Московский комсомолец» Яна Киблицкий встретилась с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди. Депутат отметила, что после прочтения его книги «Благонравие праведников» она захотела познакомиться с автором лично. С вами познакомилась заочно через вашу замечательную книгу «Благонравие праведников». Большая благодарность вам за этот труд. У меня мама была христианка, строго у меня христианское учение, меня воспитывала. Она всегда мне так говорила, что «Доченька, запомни, истина в религии только там, где проповедуют покаяние и любовь к ближнему». И вот когда я читаю, и когда я открыла «Благонравие праведников», там же все полностью про покаяние и про любовь к ближнему. Гостя также поделилась своими впечатлениями о Дагестане. Киблицкий подчеркнула, что главной красотой региона являются сами люди. Ее поразило гостеприимство и открытость местных жителей. Журналистка также попросила шейха сделать ей наставление. Журналисты, они поймали маленький недостаток, они на весь мир это раздувают. Мой человек по ошибке совершил. Вот это я бы хотел, чтобы вот это, если он узнавал, он по ошибке совершил и живет с мыслями. Если по ошибке преднамеренно, если по ошибке, ну притворяться, что не заметили вот эту ошибку. Каждому же свойственно ошибаться, но ошибки вот эти разные бывают. Это одно, на что я хочу обратить внимание. И второе, все время не были они, чтобы экспертами для других, чтобы они над собой работали каждый. «Несломленная трость» – так называется книга, которую презентовали в здании Республиканской библиотеки для слепых. Автором книги является Гасан Каримов «Незрячий с рождения». Он написал автобиографическую повесть, в которой частично описал и тяжелые события Чеченской войны. Книга основана на реальных событиях. Эксперты отмечают, что этот труд – свидетельство человеческой стойкости. В написании этого труда ему помогал его сын, известный артист Ринат Каримов. «Каждый наш сотрудник, который читает эту книгу или прочел уже, выражает искреннее удивление и радость, что есть автор, который может таким слогом, таким языком передавать те свои чувства и переживания, которые были у него. Хуже войны ничего нет. И, в принципе, итоговая мысль, на мой взгляд, это призыв к миру. Потому что автор говорит о войне нерадостно. Значит, надо бороться за мир». На торжественном мероприятии присутствовали поэты, писатели, научные интеллигенции. Они поздравляли автора книги и отметили ее преимущества. Помимо печатной версии, сотрудники библиотеки издали и аудиоверсию книги. Теперь содержание книги смогут узнать и те, кто не имеет возможности читать. В рио министра образования и науки Дагестана поздравил выпускника Каспийской школы номер 6 Магомедали Керимова заслуженной медалью за особые успехи в учении. У Магомедали с рождения сильнейшее искривление позвоночника. Однако проблемы со здоровьем не помешали ему с отличием закончить школу и успешно сдать ЕГЭ. Магомедали сдал государственную итоговую аттестацию на очень высокие баллы. Собирается стать специалистом в области информационных технологий. Магомедали проявил за годы своего учебы очень высокую мотивацию, очень высокие старания. Они были отмечены директором среднеобщеобразовательной школы номер 6 города Каспийска. Действительно уникальный ребенок и его можно ставить в пример всем дагестанским школьникам. Мастер «Золотые руки» Дагестана. В республике прошел конкурс среди мастеров народных художественных промыслов. В соревнованиях приняли участие 97 ювелиров. В финальную часть конкурса прошли 25 человек. Все они представили свои работы в таких номинациях, как женские ювелирные украшения, традиционные дагестанские изделия из серебра, художественно оформленное холодное оружие. Работы мастеров народных промыслов оценивались по оригинальности оформления, техническому качеству изделия и исполнительскому мастерству. Конкурс был инициирован Министерством по туризму и народным художественным промыслом республики. Этот конкурс у нас уже пятый по счету. И с каждым конкурсом изделия, которые представляются мастерами на конкурс, они все лучше и лучше. Я думаю, что идет соревнование между мастерами народных художественных промыслов, кто представит лучшие изделия, кто придумает более оригинальную форму изделия. И это, конечно, способствует развитию народных художественных промыслов. Тем более, что у нас предусмотрены призы и денежные призы по каждой номинации. Поэтому мастера заинтересованы. И в этом году по некоторым позициям в два раза увеличилось количество мастеров, которые представили свои изделия. Минспорт Дагестана приостановил проведение спортивных мероприятий. Об этом говорится на сайте ведомства. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике перенесено проведение ряда календарных физкультурно-спортивных мероприятий. На неопределенный срок перенесены такие значимые соревнования, как Всероссийский турнир по боевому самбо памяти Абдулманапа Нурмагомедова и Международный турнир по боксу памяти Магомедсалама Умаханова. Эти спортивные события были запланированы на конец июля и начало августа. Хабиб Нурмагомедов стал бойцом года по версии авторитетного американского ресурса ESPN. Бывший чемпион UFC в легком весе признан лучшим в номинации «Лучший боец ММА». Отмечу, что премия ESPN ежегодно присуждается лицам, связанным со спортом. 32-летний дагестанец вошел в номинацию, несмотря на то, что в 2021 году не провел ни одного боя. Помимо Нурмагомедова на награду претендовали и действующие чемпионы промоушена Фрэнсис Нгану и Аманда Нунез. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова